Масленица – один из самых старинных, известных народных праздников, которые отмечают и в 21 веке. Каждый день Масленичной недели носит свое наименование. Понедельник – встреча, вторник – заигрыш, среда – лакомка и так до воскресенья, которое именуется прощенным. Первые три дня Седмицы принято заниматься хозяйством и домашними делами, чтобы в оставшееся время повеселиться как следует. Как известно, Масленицу в России празднуют целую неделю, причем широко и раздольно. В гуляниях участвуют все, независимо от возраста. И поют, и танцуют, и по гостям ходят. Масленица – это в первую очередь, конечно, блины. Их по всей стране поедают буквально тоннами. Готовят дома хозяйки, повара в столовых и кафе. Рецепты разные, некоторые передаются из поколения в поколение. Хочется сразу сказать, что у нас Россия очень большая страна. И в каждой деревне своя традиция. Есть просто общепринятые, которые названия чаще встречаются. А вообще так в каждой деревне по-своему. Они могли меняться местами. Например, Кристина Лимар без блинов не представляет завтрак. У нее, как и у каждой хозяйки, свои хитрости. Дедушка поделился своим рецептом. Теперь он семейный. Соответственно, блины у нее самые вкусные, говорят домочадцы. Все, кому хоть раз доводилось их пробовать, тоже готовы это подтвердить. Печь блины меня учил, как ни странно, мой дедушка, он непокойный. И он всегда говорил, что каждый блинчик – это маленькое солнышко. Он должен быть золотистым и румяным, красивым, чтобы вызывал аппетит. Какие бы ни были блины на кефире, на молоке, на воде, на кипятке, их сотни рецептов, но самые вкусные – это мамины блины. На Масленицу во все времена люди устраивали проводы зимы и встречали весну. Они задабривали бога весеннего солнца и плодородия Ярила. Каждый день недели в Масленице что-то обозначает. Понедельник – встреча, вторник – заигрыш. Среда – лакомка. Это когда зять с друзьями ходит к теще на блины. Хотя у Олеси Идиатулиной, большого знатока русской культуры, на этот счет свое мнение, с которым трудно не согласиться. Но если говорить, что среда – лакомка, то есть одна очень интересная традиция в среду. Вообще до среды Масленица – это праздник детей. Дети делают чучело, дети катают Масленицу по дворам. Каждый раз в каком-то новом дворе Масленица ночует. Это считается почетным. За это хозяева детей угощали. Но вот именно в среду – это праздник молодоженов. Если дети встречают пару, которая еще только-только поженилась или на этой неделе свадьбу отгуляли, то их надо было обязательно закопать снегом. Считалось, что если хорошенечко приворошить снегом, то обязательно у них будет скоро ребеночек. А четверг называют разгулом. Пятницу – тещинами вечерками. Субботу – заловкиными посиделками. Ну и воскресенье – прощенное воскресенье. Лангипасты, как и все россияне, любят этот праздник, а особенно дети. Бабушка часто печет блины с вареньем, с огущенкой. Я готовлю сама блины и кушаю, угощаю всех. Я много раз готовилась с мамой и с бабушкой. Мне нравятся блины, я их люблю очень. Блины уже давно стали символом русской Масленицы, потому они – главное угощение праздничного стола. За тысячу лет мир изобрел сотни рецептов этого лакомства. У россиян еще есть возможность наесться блинов, ведь уже с понедельника, 18 марта, начинается Великий пост. Он продлится семь недель. И тогда есть все мясо-молочные продукты запрещено. Валерия Ружицкая, Тимур Зигангиров, Дмитрий Филимонов. Наши города.